Слава Христу! Слава! Я вас смотрю, кстати, я вас подписчик. Да вы что? Да, я знаю, что вы будете записывать на данный момент ролик мой, то есть наше с вами общение. Ну так вы видели последние ролики какие? Там уже к Пасхе приближаемся. Да. Вы нет, я знаете, я скажу вам правду сейчас. Я смотрел, как вы уже потеряете. То есть ваш послушник, давайте я буду говорить так, я не знаю, как его назвать человеком. Владимир, Владимир. Да, что он в Потеряевке, я сегодня утром смотрел, что он в Потеряевке у вас закрывал дамбу. Да. Вот. Что еще хочу? Вы Игнатий Лапкин? Да. Вот. Я писал вам на почту, у меня была очень большая проблема. в жизни. Если какая-то тайна, то не надо, потому что зачем мне это? Нет, я не буду. Я писал, но, к сожалению, мне не ответили. А куда, может, куда писали вы? Куда писали? Вот у вас внизу под вашими видеороликами есть ссылка на почту на вашу. Ну? Вот. Я туда писал, но мне, к сожалению, не ответили. Не знаю. Ну, коротко. Скажите, о чем или как-то так, чтобы мне одному понятно было? Да нет, пусть будет для всех понятно. Была проблема с алкоголем у меня. С чем? С алкоголем. Алкоголь. Алкоголь. Ну, ну, и что там? Это не один писал такое. А что именно у вас? Ну, я просто хотел попросить помощи. А я, значит, больше я не отвечал. Рассказали, я сразу на молитву стал. А, ну, может быть. У нас ни одной просьбы мы не оставляем. Мы тоже, даже если мы обедали, ложку положили, потом до обеда мы скорее на молитву. Я очень рад, кстати, что я с вами встретился. Мы все каждый день, ко мне каждый день обращаться, откуда только нету. И мы всех поминаем, молимся. Просим. А уж как Бог рассудит. Слава Богу, что так вот это все. Да. Что я могу, ну, что я хочу сказать, а вот от себя чисто, что вы очень добрый, очень открытый человек, честное слово. Вот смотрю ваши ролики, ну, бывают такие моменты, что они очень открытые, ваши ролики. То есть вы показываете жизнь свою, да? Да. Как вы прожили там, все рассказываете, то есть вы ничего не утаили. Ничего. Во всем этом. Вот. Вот эта благодарность. Вот плохо, что может... Я не знаю, конечно, я не буду говорить за всех, что очень мало таких людей, как вы. Очень-очень мало их. Мы ролики не слепляем никак и не умеем. И потом люди это ценят, что это так вот и есть идет. Где-то мы работаем, там молимся, что-то делаем, собираем ягоды, куда-то на лодке поплыли. У нас как вот было, сели, доплыли, вылезли. И так все снимается. Да, вот. Я вот о чем говорил. Бывает, вот мы строим с нуля православную деревню и ничего не вырезаем. Люди, когда сейчас начинают где-то, с чего начинать? Мы показываем, как была регистрация, как приезжали гости, как приезжали друзья, какого материала строили. Начинали, что там, глина, солома. А сейчас дома стоят деревянные, каменные, школа открыта, храм построили. Вы молодцы, конечно. У меня один вопрос к вам. Можно его задать? Можно. Вот по поводу человека, который к вам приехал, я не помню, откуда он начал дом строить. Куда он потерялся-то? Он начал про вас говорить всякую там... А его забрала, его полиция забрала, его посадили здесь. Ну и когда, видимо, пришло время, и сопроводили на Украину. Он всех обманул. Говорил, я начну осенью оформлять документы. Он никакой. А тут, главное, паспорт сжег. Паспорт сжег. Неделю назад причащался, а тут против всех. Вы не такие, патриарх это не патриарх, Путин это не Путин вроде. Но как же так, жить в государстве, правителе, не потому что не признавать. И земля, которую Россия занимает, тоже не... Да там, пуч какой-то. Ну он просто обезумел. Обезумел, и сатана его хлопнула об землю. Такой работящий был. Мы так были вместе. Ничто не предвещало это. Просто, ну, такое было. Ни один развод был, ни с одной женой не ужился. Это же все сказывается. Ну да. Он с Украины. И говорит, я осенью буду оформлять. А осень пришла, он даже не думает. Мы говорим, нас же проверяют. Мы молодое селение. Кто ты такой? Никак, даже документы не показывает. А который, наверное, заграничный паспорт был. Прямо открыто сидит, жжет его и показатель. Я видел. Да, я видел этот видеоролик. Это сумасшествие. Мы... Ну слушайте, он ведь прям так начал, прям строится, да? То есть мы помогали... Да, он строит, только там сарай построил. Дом-то у него ни одного кирпича еще не было. Он только залил эти столбушки. Да, 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 да. Он работящий был. Мне нравился он. Вместе были. В одну минуту всех врагами объявил. Вот сатана сошел. Притом безотказный такой, трудолюбивый. Ну, думали, что он сейчас построится и последнюю жену-то с ребенком вызовет. И будет жить. А ничего не надо. Ну, он начал... А как поживает... Извините меня, что я вас перебиваю, конечно. А как поживает еще один товарищ с Украины? Уехал он. Я знаю. Вот как вам? Вы с ним переписываетесь? Не переписываемся. Но иногда он приходит у нас... Утром идет общая молитва по интернету. Я его вижу... Нет, не на молитву, а занятия идут у нас три раза в неделю. И он, я вижу, фотокарточку, он сидит там. А разговоров никакой нет. Он молчит. Он молчит, а спрашивать еще буду. Пять лет был здесь. В это время он подошел под возраст, когда в армию не призывают. И говорит, он увильнул. Но в крайней мере это плохо. Он в нас не стрелял, ничего. Пусть будет так. Кошмар. Но я помню тот видеоролик, когда вы ему сказали, что вы ему дали лопату. А еще что-то там не буду даже говорить. Косить траву, которую там. Да, да, да. Стройся. Ну, что-то пошло не так, да? Как не так? Ему дом подарил я. Дом большой подарил. Да, да, да. Он уже вошел туда. Там детей можно принимать. И вот однажды он стоял. А стоим-то мы сзади. А впереди стоят там, которые поют женщины. У нас одеты. У них платье до полу где-то. Я мужчина передо мной, чтобы не наклонялись. Я говорю, тебя еще без мучей это. И давай там бунтовать. Он в один дел делался врагом. Его даже на двор не хотели пускать. Он уже в этот год пушек купил, сцеплят. И уже там парник заложил. Все бросил и убежал. И тот с Украины, и другой. Ненадежное. Воинство ненадежное оказалось. Вот так вот. Ладно, я вас понял. Все, спасибо вам за видеоролики огромное. Спасибо. Очень светлый человек. То есть я сейчас говорю одно от всей души. Не думая вот этого, что говорите. Спасибо вам огромное. А вы посмотрите сейчас последние ролики, которые я выставил сегодня. Там трактовка дается. На какие события. На днях к нам приезжал журналист. Воскресенье был здесь. С Москвы. Специально. Я смотрел. Я смотрел уже сегодня. Вот специально прилетел, чтобы одно интервью у меня взять. Представь. Такие деньги туда и обратно. Интервью взял и засобирался обратно. Но мы ее маленько задержали. На богослужении побыл. Потом тут у нас высокий в Нагорный парк ездили. Оп, рядом течет. И мы все снимали. Все абсолютно снято. Вы когда собираетесь потерять? 10 июня. На день рождения свой. На свой день рождения? Да. Ну, я очень жду. Мне вот прям очень интересно смотреть, что потеряет жизнь. А Володя все время сейчас снимает. Такие деньги берут, не знаю за что. А тут-то за меня платят. У меня ничего своего нет. Вот самый большой телефон это мне купили. Я знаю. Я наблюдаю за вами очень уже давно. В течение, наверное, трех лет точно я наблюдаю за вами. Ну, у нас большой ресурс. Тут в Ютубе 14 850 роликов только. Представь. Тысяч. А если вы зарядите, были или нет, не знаю, на сайте. Сайт. Во свете Библии. Так же. Игнатий Лапкин. Знаю, знаю. Это я все знаю. А на сайте там и книги, там и насчитаны 50 книг. Вновь насчитаны фильмы. Это очень даже интересно будет. Ну, что ж. Давайте. Заходи. Как вас звать-то? Меня Юрий зовут. Юрий. А вы знаете, что он означает, Юрий? Нет. Земледелец. Земледелец? Это Георгий. Георгий. А по-русски там или по-славянски Юрий. А Юрием крестить не будут. Видимо, его нет даже. Хотя, может, и есть теперь. Юрий – это Георгий. Земледелец. Ничего себе. Написано. А вот еще у меня еще один вопрос к вам. Вот смотрите. У меня папа Татарин, мама русская. Да. Меня назвали Юрий. Но бывали такие моменты, когда я ходил, как вам сказать-то, к ясновидящим. Давайте вот так буду говорить. Своими словами, как они есть. Да? Они на меня смотрят и говорят, ну не могли тебя Юрием назвать. Это, говорит, не твое имя. Ну так так, я вам про это и говорю. А ясновидящие – это редко. Они мне говорят вот так вот. Как правило, с темной силой знаются они. А одна ясновидящая шла за Павлом и кричала, и хорошо кричала. Эти люди возмещают путь спасения. А Павел, я не знаю, он раскусил. Все, он уйдет, она теперь поведет другого. И он говорит, дух, выйди из нее. А она предсказаниями доставляла большой доход, как Ванга. Из нее дух-то этот вышел, злой-то, демон-то, черт-то. И она ничего не знает. Их сразу арестовали в темницу. А у Бога вымерено. Они Павел и силы в темнице воспевали. Бог потрес, ворота открылись, а на стражник подумал, что начальник тюрьмы, что убежали. Схватил меч, себя зарезать хотел. А он говорит, мы все здесь. И они, это Деяние апостолов, 16 глава. Вот, сатана свое делал, а Бог сделал это в темнице. Стражники там, преступники обратились к Богу. Они не спали ночью, а пели псалмы. Вот так вот, видите. Это я скажу так вот точно. Я был в тюрьме где, в пяти тюрьмах. Какой Бог власть дает? Власть. Я никто, я узник. А они старались угодить и следователей, и начальник тюрьмы. Нет, вы очень, вы, как вам сказать, вы... Игнатий Тихонович. Вы человек с большой буквы, вот честное слово. Это с большой буквы только Христос. Нет, я говорю сам по себе, что вы человек с большой буквы. Вы молодец. Вы огромный молодец, что показываете вот свою жизнь и все вокруг себя. А вы знаете, что сколько у меня книг написано? Я знаю, что очень много. Не то, что книг, а много томов. Томов. Много томов у вас. Ну, каждый том 752 страницы. 38 томов в бумажном варианте и 7 в электронике. А там по 800 страниц. 4 тома стихов по 800 страниц. Вот, вот видите. А 86 стихотворения положены на музыку и поются. Вы можете зарядить даже такой День Победы. Вот поет, когда День Победы. А вы зарядите в Ютубе День Победы и рядом напишите Лапкин Игнатий. И вам откроется. Обязательно это сделаю. Вот. А то такой еще пример к себе своим воображением. Это я написал как бы о характеристике своей. Как меня ловят, как за мной гоняются. И как, наконец, я умираю. И последний раз помахал земле рукой. Слышали это стихотворение, нет? Нет. А вы его запишите, как называется. Оно поется. В Ютубе зарядите. А внизу текст. Примерь к себе своим воображением. Запишите. Секундочку. Секунду. И вы мне скажете, как она вас повлияла. Примерь к себе своим воображением. В Ютубе. Ну и рядом поставь слово Лапкин, чтобы безошибочно. И там Виктор Николаевич поет. А вот еще одно, один ролик посмотреть советую. 52 года в пути. Вот запишите. Вы плакать будете. 52 года в пути. 52 года в пути. И рядом Венспилс. Это город. Венспилс. Я смотрел. Мне правда очень понравилось. И я послезился, когда вы были там. Вот я хотел... Вы на колени встали просто. Да, я приехал. Дома того нету. А я книги подарил какой-то там организации. Ну и на том месте я ждал встречи этой полвека. А оказалось, уже никого нету. Ну я благодарил Бога со слезами. Вот, я смотрел это все. Ну хорошо. Я наблюдаю. Я очень прям наблюдаю за вами. То есть от вас можно чему-то поучиться. Ну на полном серьезе. Дай Бог. У меня много друзей. Ну много врагов. Только за последние 8 месяцев пришлось, как говорят, забанить. То есть черный список. 9 тысяч человек отправить. Матерками раздражаются. Такие пакости, угрозы. И даже сейчас я не знаю. Например, 225 роликов в интернете против меня. С моих же роликов берут. Там голову отрезают. Или еще что-нибудь. Это о чем говорится? Есть, есть. В Ютубе очень много есть. Я даже не помню, кто это снимает. Что они разоблачения пишут. Разоблачение Игнатия Лапкина там или еще что-то. У них нет ничего. Они просто подвезгивают вокруг моей колокольни. Ну он написал. А мне никакой нужды в этом нет. Ну он написал. А что из этого-то? Пока он там писал. А мы сегодня уже ездили вон куда далеко вернулись. Его там нету. Он ни в школах не преподавал. Ни за детьми. А у меня 45 лет старше только детского лагеря. У них ничего нет. Они от зависти лопаются. Я только могу, зная их имена, там, Александра 2, я молюсь, Господи, судный день, не поменяем безумие их. Они не знают, что делает худо. Это распинатели истины. Вот так вот. Ну и есть, конечно. В любое время будут такие люди. Конечно, да. С Богом. Жду. Давай, заходите сразу. Хорошо. Все. Спасибо огромное.